Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Александра Костенюк. Приветствую вас на второй части финального видеообзора Ческом.ру, посвященного Кубку Мира 2021. В этот раз поговорим о творческих достижениях мужчин. Итак, третье место и бронза у действующего чемпиона мира. Но какой он сыграл матч за третье место с Владимиром Федосеевым. И я остановила свой выбор на первой партии этого поединка, где Магнус Карлсон играл черными фигурами. Итак, разыграно, я даже не знаю, как назвать этот вариант, как назвать этот дебют, современное начало с третьим ходом h4. Черные фенкетировались, а белые сразу же отправили пешку h на штурм этой зацепки g6. Ну, вновь пробегаем по дебютным тонкостям. Здесь много, я думаю, всего можно проанализировать и сказать. Позиция очень свежая, новая d5. Достаточно, как мне кажется, сомнительное решение. Все-таки черных выпускают белые немножечко коней вперед. Слон е2, h5 создают, опять же, опорное поле для своего коня. Черные, так как он выскочил на е5, но белые где-то пограживали ходом f4. Слон f4 таким образом решили белые развить своего слона. 0-0, конь f3, конь бьют f3, gf. Еще одно очень интересное решение. Пешкой g бьют белые, не слоном. Вроде как испортили немножко свою структуру, но опять же, видимо, очень нацелен был на атаку. Владимир где-то мечтал о штурме королевской крепости черных, но не получилось. Почему? Смотрим. c6, ферзь d2, побили на d5, король h7, а4. Размашисто действуют белые, конь d7, а5. Пешку h надвинули, пешку а надвинули, а черные бьют, бьют по центру. f5. Такой вот неожиданный ход. Несколько теряет эластичность структура черных, но шахматы игра конкретная. Владяя а3 оставляют своего монарха, видимо, навсегда уже белые в центре. Вряд ли они рокируют в короткую сторону, но в длинную они уже по теории не могут рокировать. Конь e5, хотя, я сказала, оставляют монарха в центре, но вот здесь ход 0-0, возможно, какого-то внимания заслуживал. Но нет, опять же, планы у белых другие. Слон e3. Вот этот ход позволил создать позиционный шедевр чемпиону мира. Сейчас ретроспективно можно посоветовать ход слон g5, либо, как я уже отметила, 0-0. После слон e3 черные пошли f4. С идеей на слон f4. Слон d7 сначала было сыграно, и на конь d1 пожертвовал качеством. Вот такая вот позиционная жертва качества ради блокады. Я думаю, эта партия войдет в многие учебники именно позиционной игры. Слон h6, ферзь f8. И мы видим, как вот эти изъяны пешечной структуры, которые белые добровольно создали, побив на f3 пешкой, они сейчас подчеркиваются черными фигурами. Некому пока из белых фигур защитить эти черные поля. Ну, конь e3. Поближе к центру идет конь, слон f4, ферзь g2. Тем не менее, позиция очень сложная, очень напряженная. И, конечно, нельзя сказать, что у черных выиграно. Смотрим, как действуют соперники. Очень слаб белый король, пока он в центре. И план черных заключается просто с подведением ферзя поближе к королю. Вот ферзь c8. Ферзь c8. Можно идти через d8. Можно действовать по линии c. Ферзь c3 угроза. c4, b5. Пытаются вскрыть линии ферзьевого фланга черные, чтобы как раз к белому монарху черный ферзь мог подобраться. И здесь в этой партии была допущена решающая ошибка. Порядок ходов неверный выбрал Владимир. Идея была правильная. Увести короля. Ферзь g1. Как раз идея этого хода в том, чтобы затем пойти король f1 и король g2. Но начни эту перестановку Владимир с хода король f1. Все бы сложилось совсем по-другому. Почему? Здесь черные, допустим, сыграли бы b5. Белые пошли король g1, bc, ферзь f1, c3. Вот такая вот очень сложная позиция. Примерно равная. Ну, наверное, черным чуть попроще ее играть. Хотя еще немножко, еще чуть-чуть, и ладья придет на подмогу на линию c. Все может статься, все может произойти. Партия же получилась так, что вместо хода король f1, белые, как я уже сказала, начали с ферзь g1. И выяснилось, что после ферзь a8 король f1 следует очень сильный ход ферзь a2. Черный ферзь цепляется за слона e2, и белые просто не успевают закончить свою перегруппировку. Застревает король, и белые фигуры, вы видите, как они сгруппировались, не успевают наладить координацию. Ферзь b2, еще один симпатичный ход. Ферзь c1, вот такой вот лесенкой, черный ферзь, даже не лесенкой, а змейкой, да, подбирается поближе к белому королю. Ферзь g2, здесь уже ход конь g2, видимо, не помогал. Здесь следовало конь d3, и идея в том, что на слон d3, ферзь d3, и ставит мат белым, черные. Для этого ферзь пришел на d2, чтобы иметь возможность ход конь d3 сделать. Поэтому Владимир пошел в ферзь g2, но здесь король g7 увел в безопасное место своего короля магнус, и начал скрывать позицию еще дальше, чтобы подключить к игре своего белопольного слона. e d, слон f5. Ну, и здесь еще несколько ходов последовало, и белые сдались. Что же, замечательный позиционный шедевр, вначале очень нешаблонная игра, и, безусловно, мы запомним выступление магнуса Карлсона на Кубке мира 2021. Да, не покорился ему этот кубок, но, возможно, в следующий раз он сделает тот один заветный шаг и станет обладателем этого звания. Второе же место занял Сергей Корякин, для которого турнир складывался непросто, и, наверное, вспоминая о выступлении Сергея на этом кубке, прежде всего вспоминаются его спортивные подвиги в матче с Сэмом Шенкландом, где он несколько раз отыгрывался. Смотрим, как он отыгрался в первый раз в этом матче, играя белыми, потерпев поражение в первой партии, действуя черными фигурами. Итак, Сергей Корякин, Сэм Шенкланд. Сергей, как говорят наши англоязычные коллеги на must win situation, то есть надо выигрывать, что бы то ни стало, е4, ходит Сергей, е6, и здесь избирает вот такой вот интересный ход, d3, и в итоге возникает позиция такого старандийского типа, как будто белый играет старандийскую защиту. Они постепенно закрывают центр, проводят ход е5, делают ход е5, стабилизируют позицию в центре и начинают усиливать фигуры на королевском фланге, надвигать пешки на королевском фланге, и постепенно черный оказывается беззащитным. На самом деле этот план очень неприятен, очень коварен, даже современный компьютер его недооценивает, показывает оценки в пользу черных, но затем оценки рушатся и белый ставит мат, как часто и бывает в старандийской защите. Итак, h4, слон b7. Кто знает, может быть, этот ход уже неосторожность и чуть ли не решающая ошибка. Я, наверное, преувеличиваю, но тем не менее анализировать эту позицию надо очень серьезно, чтобы понять, где же именно черные ошиблись. Может быть, слона стоило развивать не на b7, а на h6 в один прием, здесь уже сразу ходить b4, c4, то есть действовать очень конкретно. Слон b7, сделали неторопливый ход черные, последовало h5, h6, черные не хотят позволить белым сыграть h6, но белые не отчаиваются. Слон f4, ферзь d2, ладья fc8, и план белых в следующие ходы g4, конь 1h2, король h1, ладья g1, подойти всеми фигурами на королевский фланг, и затем сыграть g5, либо даже слон h6, и просто поставить мат. Бывает такое и в современных шахматах, и каким-то очень интересным образом, но позиция черных просто разваливается, как карточный домик. Итак, наблюдаем план в действии, d4, еще один ход, отрезающий возможность черных фигур подойти поближе на помощь к своему королю. g5, конь c4, hg, слон g5, b3, слон e7, ферзь e7, слон f1, скрыли белые линию g, и скоро последует удар, смертельный удар. a3, и бум, ладья g7. Красивое взятие, жертва ладьи, и атака становится решающей. Конь g4, угрожает ферзь h6, и конь f6. То, что пешки черных так далеко надвинуты на ферзьевом фланге, это не играет большой роли. Можем посмотреть примерный вариант. Ферзь h6, конь f6, и ба ферзь. Партии черные попытались открыть дорогу своему королю, сыграли f5, ef, и эту партию стоит досмотреть хотя бы ради одного варианта, который мог бы случиться. Ферзь f6, конь f6, а, b, ферзь g5 шах, король f7, h6, создавая смертельную угрозу ферзь g7 мат. Позиция абсолютно выиграна у белых, но один вариант стоит того, чтобы его показать. А вариант этот возникает, если бы черные не сыграли ба, как в партии, а пошли ладья g8. На ладья g8 выиграть белыми можно разными способами, но самый изящный это ход h7. И на ладья g7 конь бюджи g6, ба, ферзь, здесь следует барабанная дробь, и пешка превращается, и пешка h превращается в коня. Грандиозное окончание партии, настоящий этюд. Три коня дают мат черному королю. Вот такие вот красоты бывают и в классических партиях, а не только в шахматной композиции. Но в партии все закончилось гораздо банальнее. Как я уже сказала, вместо хода ладья g8 последовало взятие ладьи, и черные провели ферзя, но это не помогает, так как они получают изящный мат. Ферзь d7 мат, мат на доске. Сергей отыгрался в этот раз, отыгрался еще один раз. Этот матч много и долго продолжался, но в итоге Сергей вырвал победу, обыграв Сэма Шенкланда 2-0 уже в 10 минутках, и пройдя дальше. По итогам этого турнира, несмотря на то, что только серебро, кто-то скажет, завоевал Сергей, но на самом деле Сергей завоевал ту самую заветную путевку в турнир претендентов. А сейчас переходим к победной партии победителя Кубка мира Яна Кшиштофа Дуды. Партия, которая принесла золото Яну Кшиштофу Дуде. Он играл с Сергеем Корякиным. Вторая партия их финального противостояния. В этой партии все пошло не так. Сергей после матча говорил, что сил на финальную встречу не хватило. Что-то он перепутал в дебюте, что играть надо по-любому, кроме того, как играл он. План сладья Д1, слон Б5 относительно нов, но уже применялся, в том числе в партии супергроссмейстеров. Например, после хода ферзь Б6. Кстати, вопрос еще очень серьезный, стоит ли черным так ходить. Но тем не менее, этот ход уже встречался в партии супергроссмейстеров, а именно во встрече гири Ван Кюэ. Возможно, правда, это была встреча с укороченным контролем времени. Но и здесь, и в этой партии Сергей сыграл ферзь Б6. Последовало слон Ф6, слон Ф6, конь Д5. Казалось бы, меняются пешками игроки, и не кажется, что у черных будут столь серьезные проблемы. Но тем не менее, король Е2. Вот этот ход привлек внимание специалистов. Объяснить его не так просто. Смело в бой двигается белый король, вместо достаточно стандартного хода 0-0, который был возможен. Но, видимо, очень глубоко нюансы позиции знает Янг Шиштов. И знает, что очень часто партия может перейти в Эншпиль. Например, после нескольких взятий на С6, после разменов на С6. Король Е2 смело. И смелость, как известно, города берет. И партия шахматная выигрывает. Сдвоились белые по линии Д. И черным, в том числе, ввиду давления белых по линии Д, не так просто в этой партии сопротивляться. Ладья С8, слон С4. Такой вот интересный перевод, достаточно неожиданный. Вроде бы только что давили две фигуры белых на коня С6. А сейчас переводится слон на другую диагональ и нацеливается на пункт Ф7. Ферзь Б4, Ферзь Б3. И вот он, Эншпиль. И вот она, позиция короля на Е2, который, конечно, в Эншпиле уже гораздо лучше расположен, чем на Ж1. Конь Б8, пытаются черные защитить поле Д7, но начинается атака на королевском фланге. И это, конечно, не матовая атака, не столько матовая атака, а сколько попытка потревожить слона Ф6, который является единственной фигурой черных, расположенной в этой позиции хорошо. Ну, конечно, ладья на С8 тоже неплохо, но она стреляет в пустоту. К тому же поле С2 контролируется белопольным слоном белых. Ж6, Ж5, размен. Слон Е7 уходит в слон с большой диагонали, чтобы защитить пешки королевского фланга, потому что в случае слон Ж7 белые могли создать очень неприятные угрозы пешки Ж6, как раз пользуясь вот этой связкой слона с Б3. Ну, а после слона Е7 другие проблемы. После слона Е7 контроль над большой диагональю у черных исчезает. Ладья Е5 сразу подчеркивают это. Белые нападают на слона Е7, и не совсем понятно, что делать с этим слоном. А белые ладьи, они как готовы залезть на седьмой ряд, так и не возражают против перехода на линию H с уже, кстати, матовыми идеями. Конь С6 ходит Сергей, и здесь следует очень красивый ход. Сильный, несложный, но не теряющий от этого в красоте. Ладья Д7. Несмотря на то, что одна ладья под боем, вторая ладья устремляется на обжорный ряд. Идея в том, что после конь бьют Е5, белые бьют на Е5, слон на Е7 до сих пор под боем, а пешка на Е7 до сих пор связана. И следующий ход белых взятие на Ж6, а затем и взятие на Е7, если черная ладья уйдет из-под боя. Например, после ладья Д8, белые бьют на Е7 ладьей, и создана очень сильная угроза скрытого шаха. На следующем ходу ладья белых уйдет, и что-нибудь наверняка съест шахом. Поэтому в партии черные пошли слон Д8, но это не помогло им спасти эту партию. Конь А5, грубый зевок, ладья Д8 выигрывала сразу, но белые пошли слон Д5, и тоже решающий перевес остается. На их стороне ладья С7, слон бьет Ф7, ладья черных на Ф8 перегружена, король Ж7, побили, разменялись слон Д5, и здесь Сергей просто остановил часы. Он без пешки, и, как у нас иногда шутят шахматисты, зато позиция проиграна. Не удалось Сергею навязать борьбу, Янук Шиштофу Дуде. Ну, а польский гроссмейстер празднует первый такой вот крупный успех в своей карьере. Поздравляем его с этим успехом. Сергею желаем хорошо подготовиться к турниру претендентов. С вами мы бросаем последний взгляд на этот турнир, на Кубок Мира 2021, который уже остался в истории, и смотрим вперед, смотрим дальше, а дальше нас ждет очень много интересного, яркие старты, захватывающие партии, и, конечно, трансляции на Chess.com.ru, так что оставайтесь с нами, идем вперед. Будьте здоровы! С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам, а также обладательница Кубка Мира 2021 Александра Костенюк. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok